привет друзья вы только на это посмотрите какая крутизна как раз таки это растение я и купил из японии но только-только прилетела в испанию только-только импортирована в испанию и я не хочу говорить таких громких каких-то слов заявлений делать да но честно говоря я никогда не видел такого растения подобного да вот именно по названию и по характеристикам вообще не в европе не в испании возможно это вообще первое растение которое импортируется в европу честно сказать не могу не знаю может быть у кого-то в каких-то приватных коллекциях и есть такое растение но я его даже в интернете найти не смог поэтому как бы ну ясное дело что я его купил себе прикол этого растения в том что это вяз а точнее это зелкова юзен я напишу здесь вот название можете называть как хотите но название текстом было такое правильно ли я его произношу или нет я не знаю но прикол этого растения в том что смотрите видите у него новые побеги такого лимонного до желаемого цвета а потом когда они становятся старше они приобретают такую вот каемку белую у каждого листика видите получается что сначала это такой лимонный лаймовый цвет нового побега а потом он получает какую-то что ли не знаю варегатной она честно говоря не знаю варегатной или нет но похоже что нет похоже это просто особенность растения не мутация и что ж растение очень крутое как бы давайте сейчас вам его просто покажу уже поближе оно пришло ко мне сразу с грин кингом положенным смотрите давайте начнем с коры кора совсем другая не такая как у вязов в принципе она и по текстуре другая и по цвету другая и в принципе как-то он мне кажется получше выглядит в плане вот коры как например какой-нибудь там китайский вяз и что-нибудь такое да вот которые ульмус парви фолия потому что у ульмуса парви фолия когда он мокрый он зеленого цвета такого этот же продолжает быть коричневого серого цвета с такими вкраплениями короче очень интересный слов мне нравится видите у него есть такие корни которые я вот тут закрепила проволокой получше здесь и также его закрепил тут и вот тут все это для того чтобы как бы они принимали форму и ну не скажу чтобы с расстались да но были более плоские теперь по самим листиком листиков как вы видите огромное количество они довольно таки большие видите практически с ноготь даже больше ногтя на самом деле попробую их уменьшить насколько это получится я не знаю но вообще по признакам это вот растение очень напоминает ульмус минор потому что листик такой же волосатый такой же шершавый и ну кажется что не особо получится уменьшить размер листьев но даже если не получится это будет очень все равно выглядеть круто потому что просто посмотрите как здорово кстати говоря снова начинается дождь проклятие продолжает работать но ничего продолжим посмотрите так как это дерево выращено в японии японцам и как бы соблюдены были все правила выращивания просто посмотрите на качество как бы японские растения всегда можно по качеству определить вот просто сейчас я его возьму смотрите покажу вам ветвистость видите какая она компактная какое огромное количество листьев практически нет нигде никаких срезов видных видите вот тут вот если видно все ветки на своих местах вы просто посмотрите какое разделение идет это все работа не одного года даже не двух и не трех честно говоря тут очень долгая работа была в плане формирования в плане утолщения не знаю насколько это отводка скорее всего это не отводка ну-ка давайте посмотрим нет это не отводка мне кажется это какое-то либо саженец либо даже возможной семечки но я не знаю человек который продал мне его он также не знает откуда он точно как бы появился и была ли это отводка или же это был посаженный посаженная семечка но растение выглядит просто бомбически она ну да примерно 25 сантиметров может быть чуть поменьше даже если вот ему еще чуть-чуть убрать вот верхушку то он точно будет размера шахин но по качеству он просто удивительная и как бы этот бонсай удивительное растение мне очень нравится я как бы с полным на полном серьезе могу сказать что этом мне кажется сейчас одно из самых моих крутых растений в плане формирования возможно green lord более сформированные более там ветвистости на высоком уровне но вы просто посмотрите насколько он круто выглядит с каждой стороны он немного отрос потому что его купил неделю назад он приехал видео он немножко уже как бы свою форму потерял на самом деле его можно чуть-чуть сейчас повернуть ему форму чтобы он продолжал делать ветвистость развивать но просто вот как бы я хотел вам показать во первых уникальность этого растения да все таки ну у каждого есть своя коллекция да может быть у вас она только начинается но в результате каждый бонсаист хочет чтобы у него была своя коллекция своя коллекция бонсаи до возможно уникальных и тут как бы одним выращиванием с нуля там или может быть формирование через какие-то там садовые центры не обойтись любой бонсаист доходит в результате до того что также начинает покупать уже какие-то более развитые растения кстати говоря поэтому я не советую вам набирать много всяких разных палочек веточек чтобы потом когда вы созреете было уже место для каких-то более серьезных проектов на что же практически я все побеги ему отрезал уже форму я практически вернул но вы можете просто посмотреть сейчас его снова покручу и он конечно просто удивительный ну я мне кажется что это просто какая какой-то шедевр во-первых по его уникальности потому что но опять же если вы видели такой вот вяз то напишите мне в комментариях и скиньте ссылочку на такой вот вяз понимаете я честно говоря не видел вот за сколько время я занимаюсь бонса я не видел ничего подобного он очень крут он просто нереально крут вы посмотрите какая у него ветвистость это просто удивительно это ну посмотрите как выглядит он сверху видите о чем я говорю страна сторона зрителя практически плоская и даже ее можно сделать чуть-чуть чтобы она как бы обнимала зрителя а задняя сторона видите в форме треугольника таким образом растение и приобретает максимальную глубину и так хорошо выглядит видите когда вот вы смотрите прямо как нужно я его чуть-чуть поднял на чтобы вы видели его правильную лицевую сторону то она очень глубокое внутри конечно же на видео это не так видно не так отображается но просто блин да даже на видео это все прекрасно выглядит единственное чтобы я сейчас сделал а точнее уже на следующий год потому что сейчас я на самом деле не знаю как она будет реагировать на мой климат как она будет зимовать как она будет осенью цветы точнее цвет свой менять листьев возможно они будут красные возможно они будут оранжевые возможно не будет желтый понятия не имею какие они будут но это очень интересно вот и поэтому сейчас я пока что его буду просто сохранять ему форма сохранять форма сохранять форму чтобы он как бы создавал мелкую ветвистость продолжал а уже весной Я сделаю то, что хочу сделать А точнее пересадить его И посадить его под Как мне кажется Более выгодным углом А точнее Вот под таким Видите, таким образом Вот этот вот корень Который у него есть снизу Он Выглядит более натурально Более интересно И мне кажется более качественно Но смотрите Если его посадить Под таким углом получается То вот эту веточку придется Вот так вот отрезать Убрать, а эту нарастить сюда На вас, на зрителя Получается, чтобы она Вот эта веточка была более массивной Эта менее массивной И чтобы эта веточка вперед выдвигалась Таким образом Я смогу улучшить То, что уже идеально Блин, вы просто посмотрите Насколько он здорово выглядит Вот такие вот дела Так что Кстати Вот я забыл про горшок Горшок Обычный японский горшок Серийный На нем нету Никакой печати Но он Японский Кстати говоря Он без губы А это здорово Просто Довольно-таки Тоненький На самом деле Хороший горшочек Скорее всего Я не буду Его пока что Пересаживать А если и буду Пересаживать То посажу его В терахата Сатоми Синего цвета Вот здесь будет Где-то Картиночка Просто посмотрите Как он будет выглядеть Давайте Сейчас я даже Отдалю Блин Насколько он здорово Выглядит Вот это покупка Это вот Покупка года Так скажем И даже Может быть не года А всей моей жизни Потому что Ну Опять я повторяюсь И опять я говорю Что он уникальный И так далее Скорее всего Он не один в мире Но В Европе Я не видел еще Ни одного такого вяза Как бы Ну Я считаю Что У меня Какое-то Довольно-таки Уникальное растение В руках И Что ж Оно очень круто Выглядит Я очень доволен И конечно же Когда я его увидел Я сразу же подумал Блин Нужно купить его Для канала Потому что Возможно Вам будет интересно Посмотреть на это все Посмотреть вообще Какие есть еще вязы Вот этот листик большой Я оторвал И что я сейчас Буду делать Скорее всего Некоторые Веточки Особенно В этой части В верхушке Я буду оставлять Чтобы они вырастали Хотя бы там Я не знаю Вот до такой Наверное Толщины До толщины Ручки И буду пытаться Я не знаю Таких вот видео И если вы хотите Снова увидеть Этот вяз Уже осенью Когда у него Изменится листва Когда вот она Пожелтеет Или покраснеет Или Пооранжевеет Из-за холода И он сбросит И он сбросит ее Я могу вам ее Показать Если же Наберется Много лайков Посмотрите Какие листики Крутые Это вообще Удивительно Ну и конечно же Пишите в комментариях Что вы думаете Об этом И С вами был Дима из Испании Спасибо большое За просмотр Это видео Всем пока Всем удачи